Центробанк анонсировал появление цифрового рубля. Речь идет о новой форме денег в виде кода. Об этом ЦБ сообщил в своем докладе, который опубликован для общественного обсуждения. Предполагается, что такой валютой можно будет расплатиться не только онлайн, но и при обычных покупках. Перевод в наличные или электронные деньги будет свободным, а храниться такие рубли будут в специальном цифровом кошельке. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня Центробанк России анонсировал появление цифрового рубля. Это случилось буквально три часа назад. Я думаю, это достаточно важная новость для постсоветского пространства, поэтому решил ее осветить. Хотя времени у меня сегодня уже достаточно мало осталось. Вот и до России докатилась волна, которая началась еще создание Фейсбуком своего стайблкоина Либре. Чем же цифровой рубль отличается от безналичных денег? Вот как это объясняет сам Центробанк России. Цифровой рубль – это код, который хранится в специальном электронном кошельке. Проще говоря, граждане будут хранить его на счету в банке, который делает об этом специальную цифровую запись. Сам ЦБ уточняет, что цифровой рубль – это не криптовалюта. Какая же разница, спросите вы? Вот что написано на сайте Банка России. Криптовалюты кардинально отличаются от денег Центрального банка. У криптовалют отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей. Их стоимость подвержена серьезным колебаниям. В большинстве стран их нельзя использовать для оплаты товаров и услуг. И, как правило, они не имеют единого института, который обеспечивал бы сохранность таких средств. Цифровой рубль является обязательством Центрального банка, реализуется посредством цифровых технологий и не имеет никакого отношения к криптовалютам. Это фиатная валюта, то есть валюта, устойчивость функционирования которой обеспечивается государством в лице Центрального банка. Они так долго это объясняли, а я бы объяснил проще. Криптовалюта – это децентрализация, а цифровой рубль – это централизация. Что есть достаточно большая разница. Для чего же нужен цифровой рубль с официальной точки зрения? Для оплаты товаров и услуг, проведения платежей организациям и государству и так далее. Цифровой рубль, по словам регулятора, сделает платежи быстрее, проще и безопаснее. Выпускать цифровой рубль будет сам Центробанк, но остальные ответственности, возникающие в процессе пользования новым рублем, будет нести коммерческий банк, в котором вы открыли счет. Цифровым рублем можно будет расплатиться как онлайн, так и офлайн, без интернета, сообщает Центробанк. Также стоит отметить, что Банк России продолжит развивать все формы денег – наличные, безналичные и цифровые рубли. Как известно, Китай уже давно находится в состоянии разработки криптоюаня. Также речь идет о создании цифра евро и цифра доллара. Теперь к этим странам присоединилась и Россия. На самом деле, все мы ожидаем от цифровых валют анонимности. Ну, например, Народный банк Китая заявляет, что готовит контролируемую анонимность транзакций. На самом деле, ребята, если честно, я отношусь к этому с большим подозрением. Ведь ради чего создавалась криптовалюта? Это технология, которая должна была сделать нашу жизнь более анонимной. В том числе и от государства – вернуть нам больше свободы и убрать контроль государства и своей жизни. В итоге мы видим, как, оказавшись в руках государства, технология, которая должна была обеспечить мир денег полной анонимностью, наоборот, обращается полной прозрачностью. Причем, вдумайтесь, насколько полной, что государство будет знать все, вплоть до того, что вы любите кушать на обед и какую одежду вы любите покупать. Об угрозах цифра рубля хорошо рассказал этот парень с канала Будда Гришна. Давайте покажу вам пару отрывков. Вопрос заключается в анонимности. Летом был принят единый информационный регистр населения. Каждый человек, на него там базы данных, все подряд, какие только можно. И вот эта мечта о привязке к СНИЛС или не к СНИЛС, создание электронного паспорта и так далее. И принятие закона о создании на базе города Москва пилотного проекта, который в случае, там так написано в законе, в случае, если, соответственно, закон, все это дело будет успешным, тогда будет обосноваться на всю Россию. Что это такое? Это разного рода нейросети, камеры слежения, обработка информации, искусственный интеллект и так далее. То есть внедрение искусственного интеллекта на территорию города Москвы. Но там написано хитро, что не просто сняли камеры и кому-то предоставили, люди сидят, отсматривают. А чтобы этот искусственный интеллект на основе заданных алгоритмов мог принимать решение. Ну, например, штраф выписать. И сейчас камера вам может раз, штраф приходит. А тут более глубоко взаимоотношение людей, анализ разговоров и так далее. Человек покупает гараж, например, да. И если потом спросит, где-то, откуда деньги? А вот там родители, например, дали деньги. Сейчас уже не прокатит. Потому что реестр доходов семей уже рассматривается не только человек в окры, а рассматривается в принципе вся семья, да. Откуда, что, кто, как. Но для людей это потеря анонимности в первую очередь. Потому что вы взяли наличные деньги, вы идете, покупаете булочку, покупаете себе там жвачку, платье, не знаю, шляпку, еще что-то. И, в общем-то, об этом никто не знает. Что вы купили, что вы предпочитаете. А вот так вы становитесь под колпаком. Потому что это связывает, кстати, я вот сейчас почитал с пандемией коронавируса. Когда люди не могли прийти и вот из рук в руки деньги передать. А многие просто боялись, например, снимать наличные. И переводили все там на карточку или на счет в банк. И расплачивались дистанционно. Можно взять и подвести законодательно так, чтобы цифровыми рублями вы пользовались, к примеру, больше. И тогда вы расплачиваетесь, например, человеком цифровыми рублями. Вроде как вы не знаете его, он не знает вас. Но органы, которые следят за тем, как происходят эти расчеты, они полностью знают. Потому что цифровые эти рубли, они будут храниться в электронных кошельках. Сомневаюсь, что туда даст вам завести электронный кошелек без привязки к паспортным данным, без привязки к вашей личности и так далее. А вот если вы пойдете и вы не будете иметь возможности расплачиваться наличными, а только вот этими цифровыми. Вы, соответственно, что-то приобрели здесь, что-то приобрели здесь, что-то приобрели здесь. И вы как на ладони. Совершенно понятно, не просто что вы делаете, где вы находитесь. Совершенно ясно ваши предпочтения вкусовые. Что вы кушаете, что вы одеваете, что вы... То есть абсолютно все. Новость достаточно важная, поэтому я не мог ее не осветить у себя на канале. Времени сегодня, к сожалению, не очень много, поэтому, возможно, я сделаю более полный выпуск на эту тему чуть позже, когда сам все разжую. А я умею разжевывать досконально. Спасибо за просмотр и ваш лайк. Они всегда мотивируют меня работать дальше. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok